И потом наблюдать красивую феерическую картину, как вся вся дорогостоящая ОМ будет пожирать электричество, а питальность они отнимают киловаттами мощности. Ну, видимо, так боялись люди делать, потому что материально ответственные этого не допустили. Не спрашивайте хотя бы идеи на как защищать электричество включения? Так нет. Весь ключевой момент на его спичи последние 5 минут, что он не был защищен. Нет. То, что его надо защищать, то и не будет. А дальше что? Тот процессор, который был в той электричественной машине, он не мог обеспечить вообще никакую защиту. То есть, в принципе, у него адресная пространство было flat, и можно было писать куда угодно. Оно было небольшое, поэтому то, что я так показал, это вовсе не гигабайны. Поэтому это еще раз просто более формализовано. Почему? Пришли к основным понятиям инфрационной системы. И к тому, что нужна именно их еще поддержка в железе, вот еще важно, в аппаратное обеспечение. То есть чисто на уровне монитора и операционной системы. Мы не можем организовать эту защиту, потому что пошло здесь исполнение. Здесь любая инструкция, там, записи сюда, записи сюда и все. Операционная система здесь хоть какую угодно можно писать, но на это не откуда. Поэтому сформулировали тогда некоторые основные принципы. То есть то, что при выполнении пользовательской программы она не должна иметь вообще возможности изменять память, в которой находится операционная система. То есть сейчас мы уже называем, скажем так, меняем вот эту мониторку, а станет это ОС. Суть и дело это не менять, просто монитор начинает разрастаться, а он получает дополнительные всякие функциональности, которые уже можно заняться. Вот. Как это решается? По первому варианту. То есть то, что пользовательские программы не должны менять память операционной системы. То есть память сама делится на две логических части. Вот. Это память операционной системы. Скажем так, мы назовем пока это ядро, потом будет ясно прощение. У нас появились два типа памяти, скажем так. И поддержка для этого была реализована уже в железе. То есть процессор сам. Он мог различать, в какой области памяти. Область памяти операционной системы или это область памяти позже. Соответственно, отсюда доступ был куда угодно, отсюда доступа сюда уже не был. Поэтому портит задание друг друга на запасе. Да, появились некоторые привилегированные инструкции. В чём их смысл? В чём такое привиление? В том, что они могут выполняться только операционной системой или мониторной. Если пользовательское задание вдруг начинает выполнять привилегированные инструкции, то возникает ошибочное состояние и выполнение просто прерывается. И дальше он должен быть следствием. Поэтому из того, что сказано было, мы пришли к такой фундаментальной вещи, которая есть сейчас, до сих пор активно используется и, видимо, ещё будет достаточно долго использоваться. Это два режима работы. Это режим пользователя и режим ядра, юзер-мод и термин-мод. Это очень такие фундаментальные базовые памяти, которые сейчас есть. И вот как они появились, мы только что детально раскрыли. Значит, режим работы и режим пользователя. То есть это подразумевает защиту некоторых областей памяти. И, естественно, недопустимость выполнения некоторых инструкций. Режим ядра — это сами функции операционной системы, разрешён доступ ко всем защищённым областям памяти и разрешено исполнение регулированных инструкций. Как я уже сказал, надо заметить, что это разделение есть до сих пор. Это разделение есть и в Windows, и в Unix в подобных системах, и в Mac OS. То есть это вот уже то, что с того времени пришло до сих пор и до сих пор остаётся. Извините, пожалуйста, какие инструкции надо исполнять только какими-то предметами? Примерно. Есть какие-то бедные предметы? Очень условно говоря, то что передача управления, например, чтобы вот это задание один немного, скажем так, неконтролируемое предмет управления на какую-то часть монитора, а только сделать разрешённый системный вызов. И вот небольшое, скажем так. Мы этого сейчас ещё проснёмся всего. Потому что предмедленные инструкции есть и сейчас у них. В смысле не то, что они даже есть сейчас, они сейчас в будущем большое развитие. Мы их на самом деле ещё очень-очень подробно рассмотрим в процессе. То есть у нас будет отдельная, скажем так, лекция посвящена вот этим вопросам. Вот, теперь далее, вот если мы посмотрим на нашу, вот, мы отсюда вот рассмотрим простую пакетную обработку. Теперь далее. Мы рассмотрим уже дальше. Дальнейший этап эволюции – это системы разделения времени. И, кстати, говоря про время, какие у нас регламенты, какие-то перерывы есть? Значит, ты, в принципе, можешь сам решать. То есть можно через 45 минут устраивать, но уже прошло больше, чем 45 минут. Поэтому, наверное, имеет смысл полтора часа до 13.30 почитать, а потом сделать перерывчик на 20 минут. Прекрасно. Прекрасно. Измечательно. Прекрасно. Наверное, мы успеем закончить одну тему, а на следующую уже начнем другую. Так вот. Вот. Система разделения времени. На них мы остановимся не настолько подробно, как там. Но после того, как были разработаны вот эти системы, пакетные обработки, автоматизированные вот это все с языком управления заданий, Дальше уже захотелось как бы большего. Дальше захотелось интерактивности. Потому что, как уже было сказано, тот компьютер, это было совершенно не то, что мы сейчас работаем с ним. Мы интерактивно уже выдаем ему какие-то команды, и он нам что-то выдает в ответ. Тогда это было. Загрузили программу, она отработала, и тогда мы смотрим результат. Все. Никакой такой вот особой интерактивности не было. Программу написали, запустили, она выполнена. Все. Но да, что-то естественно, как бы, это естественный аналогичный шаг, это просто интерактивность. Поэтому одна из задач была, чтобы несколько пользователей сделать так, чтобы несколько пользователей могли поработать с системой через терминалы. И то, что пользователи взаимодействуют через некоторую терминальную сессию или оболочку. Англоязычный термин для этого shell. Эта оболочка, соответственно, каким-либо образом должна понимать команду, необходимую для запуска программы. Таким образом человек уже мог сам исполнять задание, сам давать команду для запуска программы. Необходимость в этом языке управления заданием уже некому не отпала. Почему вообще она называется система разделения времени? Потому что операционная система уже спрогрессировала до того, что она начинает распределять процессорное время между пользовательскими программами. Это уже следующая важная века в развитии. Как вот это всё работает? В каждой программе выделяется некоторое процессорное время. Небольшая его часть, достаточно малая. Поэтому его можно назвать главным процессорным временем. Такое историческое название свободы. Поэтому, когда с системой работает много пользователей, то у каждого из них, в принципе, создается ощущение, что он работает с целой учислительной машиной, с целым компьютером. Ну, а естественно, ну что, если работает N пользователь, то у каждого будет выделена только одна N эффективная и счастливая мощность. Но это ещё, притом, неучительно по одних расходах на самой операционной. Что это вполне отлично. Но, почему это всё как бы было? Потому что человек, в принципе, уже оказался медленнее каждого компьютера в сравнении с возможным процессором. И время ответа вот такого разделённого на ногу пользователя компьютера было достаточно близко к тому, что время ответа одного выделил компьютер. Если бы с компьютером работал только один человек. Ну, и цели вообще всего вот этого были за счёт всего этого. То, чтобы быстрое время ответа и разделение времени, чтобы создать иллюзию того, что ему заступил весь компьютер целиком. Ну да, естественно, это максимизация использования процессора. Получит программу больше времени. И так, вот эти два подхода. Такая краткая, самая реактивная. То есть пакетная обработка. Что тогда ставилось в угловую угла? Это максимальное использование процессорного времени. Поместили список задач. Процессор у нас по ним работает. Он не отвлекается ни до что. В системах с разделением времени важно получить быстрый ответ на какую-либо команду с опросами, что ли пришёл. Источником команды, директив для операционной системы. В системах с пакетной обработкой являлся язык управления заданием. А в системах разделённого времени уже таким источником являлись команды в 1,6-3-2. И так, вот всё то, что сказано, было до этого, мне там вроде формализуемо в два этапа, две фазы. Хотя я уже возвращался на этот слайд. Это было то время, когда время вычислительное, время ВМ, было дороже времени человека. Поэтому один пользователь в один момент работал с этой вычислительной системой. Первыми операционными системами были общая библиотека ввода-выводов и простой монитор вот этой вот пакетной обработки. Тогда же реализовали уже, как мы говорим, защиту к памяти, чтобы реализовывали некоторые новые задачи. Ну и подошли к тому, что в шестидесятых годах операционные системы уже стали достаточно большими сложными. И тогда же суммировалась вот эта область секрессорной системы, как такое поле для изучения и научной работы. Но вторая фаза развития. Время человека стало дороже времени ВМ, поэтому позволит себе, чтобы компьютер выстраивал случай, желающим порогнать там что-то на пакетную работу. Это было недопустимо. Нужно было как-то дать доступ всем, чтобы они свои небольшие задачки пробовали и получали от них ответ. А компьютер был всё время таким образом загружен. А не так, чтобы чисто дискретно он выполняет эту задачу. Потом раз никого нету в коридоре, например, компьютер проставил, ждём. То есть здесь было добавлено какое-то такое. Нет, состоялось. Так даже уже появились вследствие интерактивности и появились современные задатки файловых систем. Ну и вторая фаза развития, в принципе, можно сказать сама. Продолжается до сих пор, потому что современные компьютеры — это опять-таки те же интерактивные устройства, просто с гораздо более продвинутой операционной системой, с чувствительными возможностями. Но всё, в принципе, тоже самое. Это и сетевое взаимодействие, и всё-всё-всё-всё остальное. Да, дальше что? Немножко скажем о том вообще. Мы рассмотрели сейчас всю историю, немножко сказали о том, что есть сейчас, но и самая свежая информация о том, в какой области, что сейчас развивается. Конкретно, скажем так, в текущий год, какие, скажем так, проводятся работы, научные работы практически в области операционной системы. В основном это два направления. Это у них очень маленькие операционные системы. Мы это можем наглядно наблюдать во всех вот этих вот устройствах, всяких этих смартфонах, планшетах и всем прочее. Там используются свои специализированные телефонные системы. Необходимость у них возникла сравнительно недавно. Если здесь мы говорим о 60-х годах, это было 50 лет назад, то здесь мы говорим всего лишь десятки лет назад. И второе, это перспективное направление, в котором всё ещё идут исследования, всё меняется. То есть пока что ещё никто точно не может сказать, какие будут операционные системы для планшетов, скажем так, через пять лет. Сейчас вот у нас есть Android, сейчас есть iOS. А что будет дальше? Даже если, может быть, это не так широко освещается, как есть, но каждая из крупных компаний, разработчиков программных включений, которые могут себе это позволить, они работают над операционными системами для мобильных устройств. И это очень перспективная область. Я, соответственно, так же. В этой области провожу некоторые работы, хотя я и не очень активно. Так как у нас сейчас, я скажу, больше вопрос сделан на дископ. И второе направление, крайне важное, это, можно так условно сказать, что это, если первые были очень маленькие операционные системы, то второе – это очень большие операционные системы. Но отчасти это связано с тем, что с развитием облачных вычислений необходимостью объединять и развивать на большие вычислительные сети, поэтому от операционной системы также требуется поддержка в этом году. Ну и не говоря объемы обработанных данных, они с каждым годом растут, растут и растут. То есть такое нововодное слово, как Big Data, оно, в принципе, уже скоро становится реальностью. С этим ничего не нужно поделать. То есть объемы данных постоянно растут, растут и растут. Ну, а что касается текущих операционных систем, то, как я уже сказал, они огромные. Это миллионы срок исходных, так сказать, сотни и даже тысячи человек лет разработаны. То есть это не то, что можно, скажем так, сделать быстро, и оно будет работать. Они сложные, то есть это там и насинхронность, и зависимость аппаратного обеспечения, и ориентированность на высокой производительности. И что самое важное, ради чего я здесь стою, это то, что большая часть людей операционных систем плохо понимают. Но надеюсь, что после этого курса некоторая часть людей будет понимать их нужды. Так, ну вот я уже про это на самом деле рассказал, но вот как некоторые примеры того, какие новые направления могут возникнуть. Вот когда-то уже, можно сказать, давно компания Apple разработала свой плеер под названием Apple, которому также нужна была своя операционная система. Я пришел туда разработать именно свою модифицированную маленькую операционную систему эффективную. Если мы возведем этот расчет на уровень выше, то сейчас очень популярная и получает развитие термо-системы в целом сетей сенсоров, в которых является политическим очень низкой меркой потребления, и жесткий требует полета. Там, соответственно, своя специфика, там нужна своя операционная система. И для этого, опять-таки, выпускаются и отработают свои операционные системы, которые не с Windows, не с Windows или ничего общего-то. Ну и все эти дальше, разнообразные, как и одноразовые сети, и беспроводные отрок сети, и масштабированные системы, и кластерные системы. Все это требует новых подходов. Поэтому, когда мы сейчас изучаем операционную систему, и не говорим о том, что уже четко сформировалось, мы находимся на постоянном изменяющемся этапе. Естественно, мы будем больше участвовать для изучения того, что уже достаточно сформировалось, и что уже можно изучить и дальше пойти. Но вот прогресс не стоит на месте, и постоянно появляется что-то новое. Я вот постараюсь вам по максимуму дать самую актуальную информацию и самую передовольную данную, чтобы вы, наверное, впоследствии могли это все использовать в своем практическом опыте. Поэтому, вот рассмотрев все эти, всю историю, всю, скажем так, необходимость разработки операционной системы, можно уже гораздо более четко сформировать функции операционную систему определить. Вообще, зачем? Какие от нее требуются более формальные функции? Но большинство всех вот этих вот функций, вообще, зачем мне все это нужно? Для того, чтобы координировать что-либо с того, скажем так, это управление ресурсами. Если долго сказать, то весь смысл операционной системы — это управление ресурсами. Всеми, которые имеют ресурс. Ну вот, если мы перечислили, то, допустим, первый ресурс — это вычислительный ресурс, да? То есть, соответственно, функция операционной системы — это параллелизм. Позволяет нескольким разным задачам выполняться в одно и то же время. Так как будто каждый день работать на отдельных объектах. Чтобы вот это все как-то учитывать, уводится в понятие процессов и потоков. Далее, потом на следующей лекции мы уже будем рассмотрывать именно процессы, потоки и так далее по каждому виду ресурс. Дальше. Устройство ввода-вывод. Этот центральный процесс не должен проставить просто так, ожидая, пока данные запишутся на жесткий диск. Но должны в это время выполнять другие задачи. Память. К этой памяти нужно организовать множество процессов. Пользователи программ должны иметь доступ к памяти совместным. Файловые системы. Операционная система должна выполнять файловые. Позволяет множество файловых, да множество разных пользователей иметь совместные. И разделять пространство одного физического института. Сетевое взаимодействие. Опять-таки безопасность. Защищать каждую часть. Таким образом операционная система предоставляет набор услуг, сервисов для системы. Ну и вот как я уже сказал, то можно увидеть, что операционная система управляет ресурсами, используя аппаратные ресурсы одного и нескольких процессов. И управление программой. То есть управление процессами выполнения программой. Операции этого устройства будут выводы. Прерывание этих программ для осуществления приемов берегащита через оборудование. Защита и безопасность. Таким образом, первая роль операционной системы. Это так называемые методы ЖСОС. Я здесь и далее в презентации будут слова наоборот. Менеджер и управление ресурсами используют взаимозаменяемые. Таким образом, ты понимаешь, что это англоязычное слово, менеджер и ресурсами. Можно сказать, что это система управления ресурсами. Поэтому дальше в презентации, когда вы будете видеть, что, допустим, управление процессами, я могу сказать, что это система управления процессами, либо что это менеджер процессами. Либо это менеджер памяти, либо система управления памяти. Это одно и то же. Это не какие-то разные проблемы. В случае, если это рассматривать как операционную систему, как менеджер ресурсов, то она должна позволять эффективно использовать ограниченные ресурсы, что, в общем-то говоря, еще нет. То есть лучше их использовать, уменьшить укладные расходы, увеличить скорость работы с этими ресурсами. Как этого достичь? Этому нам достичь как многопользовательский режим. Мы будем программировать. То есть несколько программ выполняются параллельно. Ну и, соответственно, это задача выделения приложений ресурсов. Как разделить ресурсы по времени. То есть надо как-то запланировать доступ к определенным приложениям к этим ресурсам. И как разделить эти ресурсы в пространство. То есть как, фактически, допустим, ту же память, которую мы счастливаем, выделить ее разум в пользу. Так же можно сказать, что операционная система — метод безопасности. Она должна предоставить защиту приложения друг от друга, восстановить градусную программу, защищать саму операционную систему в процессе программы, защищать данные, доступ к данным, при гурьерах, ограниченствах. И все прочее. Вот как пример, здесь мы рассматриваем, вот здесь вот уже интуитивно отметили два варианта, когда эта защита отравлен друг от друга и защита операционной системы программы. Ну, вот здесь вот можно этих видов защиты перечислить, даже так, с хода. Это вообще может не быть никакой защиты, как начальник так сказали. Потом это может быть защита операционной системы программ, тут может быть защита одной программы, а другой программы. Это может быть защита программ от самой себя, чтобы она не могла модифицировать, допустим, выполняемый код, а только те данные, которые ей нужны, в принципе. Также это защита от доступа не доверенности, от тех программ, которые не должны иметь доступа. Тут различные даже можно, кажется, выделить, это как бы и ДОС-атак, и распределить ДОС-атак, распределить от вируса, спама. И ещё здесь можно этот список продолжать вот два вещи. То есть область защиты, она очень большая. Ну и, как бы уже подходя к завершению, ещё определились некоторые основные понятия. Вот эти вот понятия, они у нас не до конца используются в нашем курсе, они основополагающие. Поэтому, как бы исходя из всего вот этого вот перечисленного, что в теориях операционной системы поделились тем, что есть процесс в СИПОТОКе, который реализует концепцию вот этой многозадачности, переключения контекста и всего прочего. Есть понятие управления памятью, там, кэширование, пунктуальная память, защита, изоляция. Есть безопасность, есть планирование управления ресурсами. И вот, собственно говоря, сфоркурирована само системы. Это архитектура операционных систем, сфоренда гидра и всё прочее. Мы её тоже подробно рассмотрим. Очень кратко мы расскажем с того, что такое процесс. Это такое фундаментальное понятие операционных систем. Но если говорить по-простому, то процесс — это выполняющаяся программа. То есть, что это состоит из хода программы, ассоциированных с ней различных данных, это статические применения, степы, буферы, всё-всё-всё с этим. И контекст выполнения состоит процесс. Вот этот контекст выполнения, он также является важной частью. Он важен для управления этим процессом. Зачем всё это будет притягивать? Это такая же структура данных, которая сохраняет ту информацию, то состояние процесса, чтобы можно было в последующем восстановить его в том же виде, в котором он был сохранён. Ну, это регистра процессора, приоритет его и вся другая информация. Всё это будет подробно рассмотреть. Ну, про управление памяти я уже говорил. Здесь основные задачи — это изоляция процесса, это автоматическое выделение управления памяти, это поддержка модульного программирующего, это защита, контроль доступа для управления управления. Ну, и планируемые уголовные ресурсы. Это ресурсы обочислительные, то есть это временный процессор и памяти. Поэтому есть соответствующая политика выделения этих ресурсов, то есть они должны быть эффективны, быстро, справедливы, то есть всем на одинаковом образе. И, соответственно, дифференцированные ресурсы с того, что кто-то запрашивает разные приоритеты и разные требования, то это должно учитываться. Ну, и о защите информации я тоже очень подробно говорил, что доступ к любым учислительным ресурсам, любым ресурсам должен контролироваться, соответственно, доступ к инфиденциальности, следить за целостностью данных, следить за тем, кто имеет доступ к этим данным, то есть идентифицировать пользователей, есть ли у него доступ, каких нет у него доступа, и какие у него права доступа. Ну, первая часть, на этом завершение. Далее у нас уже будет к архитектуре по стране, после перерыва. Ребят, ребят, по поводу переноса паналов. Решили уже. Есть ли возможность, если в сеть приберем на другой день? Я тоже за то, что поставить на международный. Я тоже за то, что поставить на международный.